Всем привет! Я долго думал создать видео по пошаговому разгону процессоров AMD FX, но сейчас таки решился это сделать. Ведь большинство людей понятия не имеют, как в целом это делается, а кто-то разгоняет и думает, что он все сделал правильно, но не получая результата, поносит данные процессоры на просторах интернета. На ютубе и на различных сайтах можно найти очень много полезной информации по разгону, но мало кто рассказывает, как это делается наглядно. Как вы поняли, в этом видео я попытаюсь максимально пошагово объяснить технику разгона процессоров AMD FX. Ну и также это в 90% случаев поможет при разгоне более младших процессоров AMD. Для новичков в разгоне это будет отличная пошаговая база для достижения заветных целей. Для более опытных оверклокеров это возможно осветит какие-то отдельные моменты. Ну а совсем гуру женогонства возможно дополнят или поправят меня в комментариях. Я не утверждаю, что моя методика является лучшей, так что я буду рад увидеть обоснованную критику в комментариях. Ну а перед тем как перейти непосредственно к разгону, не забудьте подписаться на мой канал. Для меня это будет лучшей благодарностью за проделанный труд над этим видео. Ну что ж, давайте для начала ознакомлю вас с тестовым стендом, на котором я проводил весь процесс разгона. Материнская плата стояла одна из самых общедоступных Gigabyte 970A DS3P. Процессор я использовал AMD FX8320, причем 2012 года выпуска. Но даже он вполне неплохо гонится. Оперативной памяти стояло 16 гигабайт обычных синих плашек от Hynix. Причем я специально поставил 4 планки по 4 гигабайта. Если вы еще не знаете, то как правило две планки АЗУ обычно разгоняются лучше чем 4. Но это так, чисто к сведению. Ведь 4 планки тоже гонятся. Видеокарта стояла одна из лучших под процессоры AMD FX, а именно GTX 1070. Ну что ж, давайте перейдем к первому этапу разгона и это подготовка. Нам понадобятся такие нехитрые программы, как HW-Info, Linux и Prime95. Также надо скачать игру, в которой есть бенчмарк. Я буду показывать на примере игры Shadow of the Tomb Raider. Ведь эта игра отлично работает с большим количеством ядер. А также в конце бенчмарка показывает вполне полезную статистику, по которой можно и углядеть прирост от нашего разгона. Но не спешите заходить в BIOS и гнать шину. Для начала нам надо снять показатели в полном стоке, чтобы иметь эталонный результат, с которым мы и будем сравнивать последующие показатели. Поэтому берем бумагу с ручкой и заходим в Tomb Raider. Тут главное зафиксировать настройки графики на среднем уровне для вашей видеокарты, чтобы она не пыхтела под завязку. Для 1070 я выставил высокий пресет. Если у вас стоит 1060 или что-то менее мощное, то рекомендую вам выставить средний или низкий пресет. А также обязательно выключите вертикальную синхронизацию. На этом настройку игры можно закончить и во время последующих тестов не меняйте настройки графики. Теперь нам необходимо прогнать два раза бенчмарк и записать значение, которое вы получите. Каждый раз бенчмарк надо прогонять не менее двух раз. Ведь почти всегда первый прогон оказывается немного меньше, чем второй. Да и имея сразу по два результата, будет легче сравнивать прирост. В результатах бенчмарка нас интересуют показатели количества отрисованных кадров, средний фпс, а также таблица снизу, а именно колонки цп игра и цп рендер. Колонку гп поможет можете не записывать, так как она постоянно будет одинаковая. В полном стоке мой AMD FX 8320 выдал 10128 отрисованных кадров и средний фпс 64. Нижнюю таблицу я не буду озвучивать, а просто добавлю в видео для сравнения. Теперь записав результаты идем в биос и первым делом фиксируем тайминги оперативной памяти, которые материнская плата выставила сама. Необходимо зафиксировать как первичные, так и вторичные тайминги. Очень часто из-за этого бывают проблемы в разгоне, когда материнка начинает ссувать непонятно какие тайминги. И также выставить со множитель планок в сток. У меня это частота 1600 МГц. Играть на данном этапе с таймингами я не советую, ведь разгон АЗУ это искусство. А сейчас мы даже не знаем сколько возьмет наш CPU NB, который и является узким местом. Далее идем в основное меню разгона и выставляем стоковые значения. Для шины AMD FX стоковое значение составляет 200 МГц, для CPU NB 2200, для гипертранспорта 2400. А также выставляем множитель процессора до стоковой частоты вашего процессора. Для FX 8320 это частота 3.5 ГГц. Зафиксировав все значения, переходим к энергосберегайкам и выключаем их всех. Также вырубаем турбокор, оставляем включенным только SVM, это виртуализация. Теперь заходим в вольтаж и ставим вольтаж процессора, на котором он работает в стоке. Если у вас плюс-минус как на гигабайте, то выставляем плюс ноль. Если именно значение вольтажа, то нужно сначала узнать стоковое значение в программе HV-INFO и от него потом плясать. Обычно напряжение на восьмиядерниках составляет 1.3 вольта, а CPU NB обычно составляет 1.2 вольта в стоке. И тут хочется рассказать про технику безопасности. Максимальный разгон, который можно выставить на процессор для AMD FX составляет 1.45 вольта, а на CPU NB 1.35 вольта. Выше этих значений вольтаж поднимать можно только с образованием оверклокера или имеющимся в подвале баллоном жидкого азота. Также рекомендую зафиксировать АЗУ на 1.5 вольта. Для АЗУ максимальный вольтаж можно задирать на уровне 1.65 вольта. Значение LLC можно перевести в режим экстрим, однако, если вы не знаете, как это работает, то можно оставить и авто. Итак, зафиксировав вольтаж, мы переходим к разгону AMD FX по шине и выставляем шину, например, на 220 МГц. Тем самым мы получаем уже 2420 МГц на CPU NB и поднимаем частоту процессора. Множителем регулируем частоту процессора обратно до стоковых значений, ибо ядра мы пока не гоним. Также у нас выросла частота АЗУ при стоковых таймингах. Если у вас неудачная память, то из-за этого начнутся проблемы. Но обо всем по порядку. Теперь грузимся в систему и запускаем HV-info, чтобы убедиться, что наш разгон применился. Затем прогоняем тест ларкой. И как видим, прирост в бенчмарке уже заметен, даже с выключенным турбокор. Самое главное на этапах прогонов теста, это выявить, что мы не едим кукурузу и получаем прирост от нашего разгона. Если вдруг у вас не загрузился ПК после установки шины или в ларке вылетел синий кран, идем в биос и поднимаем вольтаж CPU NB на плюс 0,02 вольта. Если вам капитально не повезло с оперативной памятью, то поднимаем вольтаж АЗУ. Если и это не помогло, то идем и понижаем множитель АЗУ на 1 пункт. В общем, вам нужно постепенно поднимать вольтаж до того момента, когда все запустится и заработает. В очень редких случаях необходимо немного поднять вольтаж самого CPU. Если у вас все запустилось и в ларке вы не видите падения по сравнению со стоковыми цифрами, то можно идти дальше. Вы можете увидеть цифры чуть ниже стоковых, если вам, например, не повезло с памятью и вам пришлось таки снизить множитель АЗУ. И так дальше идет тестирование программой Prime95 и Linux. Запускаем Prime95, выбираем режим теста Blend и оставляем на часик, периодически посматривая нет ли надписи PhotoError или WorkerStop. В Linux выставляем количество АЗУ и 50 прогонов. Если у вас 8 гигов АЗУ, то я обычно выставляю для теста около 6. Если 16 гигов, то я ставлю 8 гигов на тест. Нажимаем старт и тоже ждем часик, чтобы убедиться, что нет ошибок. Если в каком-то из тестов вы видите ошибку, то идем в BIOS и поднимаем вольтаж CPU NB или ОЗУ. В общем, играемся с этими значениями, главное не выходить за рамки максимальных напряжений. При успешном прохождении тестов идем в BIOS и поднимаем частоту шины до 225-230. Загружаемся в винду и делаем все по новой, чтобы убедиться в приросте FPS и стабильности разгона. Например, при шине 225 я получил 2475 частоту NB и в тесте Lark также можно было углядеть поднятие FPS. Однако не такое значительное, как при первом подъеме до 2400 CPU NB. Дальше таким же путем и часами тестов добиваемся самой оптимальной частоты CPU NB при меняемом вольтаже. Но не забываем, что ошибками может сыпать еще и ОЗУ. Для эффективности можно сразу накинуть 1,65 вольта на ОЗУ и сосредоточиться на одном с CPU NB. Но даже это не гарантирует, что ваши планки смогут работать в разгоне. Если есть проблема с планками, то лучше скинуть множители и довести до ума разгон именно CPU NB. Найдя максимальное значение CPU NB, можно перейти к ядрам неумирающего AMD FX. Для начала можно выставить частоту в районе 3,9-4 ГГц, загрузиться в систему и прогнать ларку, посмотреть на прирост, погонять тестами. Если что-то не так, то поднимаем вольтаж CPU на плюс 0,02 вольта и пробуем снова. И не забываем постоянно смотреть на то, как правильно установился наш разгон в программе HVN4. Там же можно следить за температурой процессора в тестах. Если вы пришли в патовую ситуацию и разгон ядер все равно сыпет ошибками, а вольтаж уже подбирается к предельному, то можно попробовать чутка поднять вольтаж CPU NB. Иногда это помогает. Если смотреть на результаты разгона, то на частоте 4,1 ГГц CPU NB 2450 с ОЗУ всего 1800 МГц мой FX 8320 уже показал ощутимый прирост в игре. Количество отрисованных кадров поднялось до 10957, а средний FPS составил уже 70 кадров. Плюс ко всему пропали фрезы и играть стало более чем комфортно. Но это далеко не предельное значение. После того, как вы успешно разогнали ядра из CPU NB, следует перейти к разгону ОЗУ и работе над таймингами. Можно попробовать увеличить ОЗУ и посмотреть на стабильность. В общем добиться самой большой частоты ОЗУ, которую смогут переварить ваши планки, гоняя при этом Linux и Prime95. Когда вы найдете самую большую частоту ОЗУ, то можно попробовать слегка уменьшить тайминги. Но это достаточно большой головняк, который придется тестировать каждый раз как по показателю FPS в играх, так и на стабильность рестеста. После того, как вы успешно нашли оптимальное значение для ядер CPU NB и ОЗУ, и вы уверены на 100% что система работает стабильно, стоит зайти обратно в BIOS и включить энергосберегайки, кроме пункта APM. Затем прогнать тест на стабильность и можно радоваться разгону. Как видите, разогнать процессор и добиться стабильности – это целое искусство, на которое придется выкинуть немало времени. Однако это единоразовое дело, которое потом будет вас радовать каждый день. Как говорится, не хочешь платить за Ryzen – покупай Ficus и работай над его оптимизацией. Самое главное в этом деле – понимать, что держать процессор AMD FX на 1.45 Вольт не самая лучшая затея, и надо выжать как можно большую частоту при как можно меньшем вольтаже. Также не стоит забывать, что LLC подгоняет немного вольтаж без нагрузки. И выставив, например, 1.4 Вольта на ядра, вы получите в простое 1.45. Самое главное – это никуда не спешить и не тыкать сразу разгон на все компоненты и ловить пачками синие экраны. Медленно и постепенно разгоняйте самое узкое место AMD FX в лице CPU NB. Вместе с этим подтягиваете ОЗУ, затем гонят те ядра и напоследок доводите ОЗУ до максимального результата. Самое главное – делать это постепенно, чтобы понимать ситуацию и знать, что, например, на 2.400 CPU NB система была стабильна, а вот на 2.500 уже вольтаж уперся в 1.35 и все равно сыпит ошибками. Значит, нужно попробовать завести на 2.475 или 2.450. Это может означать, что именно ваш процессор попросту не может покорить 2.500 МГц. И что бы вы ни делали, это не изменится. Такая ситуация может быть с абсолютно любыми компонентами. Также не стоит гнаться покорять огромные цифры, например, 5 ГГц по ядрам или 2.800 по CPU NB. Для этого в тесте и присутствует игра, ведь именно в ней мы смотрим прирост производительности. И после показателя в 4.1-4.2 ГГц, я думаю, вы заметите, что прирост становится уже не таким большим. Также не следует забывать об охлаждении цепей питания процессора AMD FX, а также об охлаждении CPU NB. Так как без дополнительных кулеров лучше разгоном вообще не заниматься. Плюс ко всему стоит еще посмотреть на вашу материнскую плату. Если у вас стоит AMD FX8300 в какой-то очень дешевой плате на 760G чипсете, то думаю разгоном лучше не заниматься. Максимум можно попробовать разогнать АЗУ, ведь такой процессор и так держит на пределе бюджетную мать. Что касается температуры процессора, то максимальная температура заявленная AMD составляет 70 градусов. Если у вас в комнате не минус 20 и в стресс тесте ваш процессор доходит до 65-68, то в целом ничего страшного. Но я бы лучше задумался над покупкой хорошей башни. В общем я попытался озвучить все максимально доступно, чтобы это было понятно абсолютно всем. Если у вас есть какие-то вопросы или замечания, то пишите их в комментариях. Спасибо даже что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. До скорых встреч!